Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Дмитрия Павлов. Здравствуйте! В Самаре продлили льготный проезд по карте жителя поездки в общественном транспорте со скидкой сохраняться до 30 сентября включительно. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Говорится о пакетных тарифах. Их внедрили с января 2024 года. Вначале все проходило в пилотном режиме. В марте льготные цены на несколько поездок утвердили до 30 июня 2024 года. Теперь продлили на более долгий срок – до 30 сентября нынешнего года. Стоит напомнить, что пассажиры, использующие в общительном транспорте карту жителей Самарской области, могут оплачивать не одну поездку, а несколько. Стоимость пяти поездок составляет 165 рублей. Десяти поездок – 325 рублей. Двадцать поездок – 640 рублей. И сорок поездок – 1240 рублей. В Самаре с 1 июля перекроют улицу Советской армии. Движение будет закрыто с 22.00. Это касается участка от Московского шоссе до улицы Старозагора. Там будут проводиться работы на водоводе. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и пути объезда. Ориентировочная дата окончания работ – 3 июля. В Самаре в пятницу 5 июля распределят места в детских садах. Процедура автоматизированная. Родителям к этому дню нужно проверить все данные, указанные в электронном заявлении, и при необходимости внести коррективы. С последним помогут в МФЦ. Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг, в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения требуемых изменений. О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными заявлениями в контактами данными. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник». Ожидание направления в статус «Направлен». В Самаре под охрану взяли дом Кириллова. Соответствующий приказ размещен на сайте областного правительства. Трехэтажный дом расположен на пересечении улиц Пионерской и Молотогвардейской. Здание выполнено в русском стиле из красного керамического кирпича. Под охрану попали объемно-пространственная композиция, строительные конструкции, архитектурно-художественное оформление дворовых юго-западного и юго-восточного фасадов, проемы с лучковыми перемычками, наличники, пилястры и резолиты. Также стоит напомнить, что сейчас в здании находится отдел полиции по Самарскому району города. Вячеслав Федорищев вручил дипломы выпускникам юридического института ВСИН. Торжественная церемония состоялась на площади Славы в Самаре. В единственном самарском вузе силовой структуры отметили 30-летие учебного заведения. Все подробности в нашем следующем материале. В этом году институт ВСИН выпустил около сотни специалистов для учреждений УИС. 15 из них получили дипломы с отличием. В том числе пятеро окончили учебу с золотой медалью. В числе выпускников – ребята из 25 регионов России. Вы приняли абсолютно правильное решение, поступая в Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Та служба, которой вы приняли решение отдать свою жизнь, важнейшая служба – это защита нашего государственного строя. Это обеспечение безопасности наших жителей. Самое главное – это служение своей стране. Награды, творческие номера, показательные выступления бойцов-рукопашников. Так, 1 июня на плацу Самарского юридического института ВСИН России отметили 30-летие с момента создания. Немного истории. 1 июня 1994 года на Самарской земле появилось первое в истории региона учебное заведение силовой структуры – филиал Елабужской школы милиции. Родилось оно в непростые для страны времена. Нет финансирования, нет четкого понимания того, куда будет двигаться государство. Но защитники людей, те, кто будет противостоять преступникам, нужны всегда. Тогда основатель института Александр Горожанин принял на себя смелое, непростое, но такое нужное стране и людям решение – создать Самарскую школу правоохранителей. И у него, и у его единомышленников все получилось. В 1996 году уже состоялся первый выпуск. Потом события понеслись – обретение самостоятельности, смена профиля с милицейского на подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы, переход в другое министерство юстиции. А в 1999 году – всего через пять лет обретение статуса вуза. Стремительный рост, обусловленный жизненной необходимостью. Сегодня особо памятный день в вашей жизни. Через несколько мгновений здесь, на площади славы, в особо торжественной обстановке, свершится юридический факт получения вами документов о высшем образовании, закономерно и логически закрепляющий, достойно пройденный вами, четырех- и пятигодичный марафон испытаний в стенах ставшего для вас родным прославленного Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. Почетным гостям дня рождения института были вручены памятные знаки, посвященные 30-летию учебного заведения. Также на праздники были вручены медали участникам Парада Победы 2024 года. Учеба, наряды, служба, но помимо всего этого мы встретили друг друга и полюбили. Семейная жизнь в институте имеет свои особенности. Однажды мой муж попал на свой день рождения в наряд. Я попросилась заступить вместе с ним, и ночью ровно в 00 я отпросилась у оперативного дежурного поздравить его. Он стоял на КПП, я постучалась, поздравила его с днем рождения, ему, естественно, было приятно. Мы создали семью на третьем курсе, и поскольку я Самарская область, я моя супруга из Оренбургской, руководство в СИН России всегда идет на встречу выпускникам, и разрешили перевод моей супруги в Самарскую область по месту моей службы. Праздничная программа продолжилась с выступлениями, которые подготовили курсанты института. Ансамбль девушек-барабанщиц представил новую программу, которую они тщательно готовили и репетировали. Взвод почетного караула также порадовал зрителей новыми элементами в выступлении, сорвав аплодисменты. Группа спортивного совершенствования по рукопашному бою устроила настоящее представление, продемонстрировав приемы борьбы и акробатические трюки. Ирина Игнатьева, Максим Остриков, СТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К ответственности привлечено 227 водителей. В отношении автовладельцев составлены административные материалы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 4 тысяч рублей. Либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 120 часов. Также выявлено 42 нарушителя правил перевозки детей. Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. А также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 39 правонарушителей со стороны водителей и 46 со стороны пешеходов. Двое пострадавших. Результаты лобового столкновения двух автомобилей. ДТП произошло в Кенельском районе. 55-летний водитель, находясь за рулем автомашины Вольцваген Пола, двигался по автодороге Кенель-Богатаясь-Передоновка-Домашка-Самара-Оренбург. В пути следования пересек сплошную линию разметки, выехал навстречку. Там и столкнулся с автомашиной МАН с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы оба водителя. В Самаре появятся новые фонтаны. С такой инициативой выступил руководитель региона Вячеслав Федорищев. В регионе должно появляться не менее пяти фонтанов в год. Работа в этом направлении войдет в программу социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Городские власти должны составить список мест, где технически возможно сделать новые фонтаны. В Самаре Волга прогрелась до комфортной температуры. 1 июля температура составляет плюс 19. У берегов Тольятти те же показатели. Об этом сообщают специалисты Приволжского ГМС. В Сызрани самый хороший показатель, а именно плюс 20. В Самарской области будет жарко. Такой прогноз делают специалисты Приволжского ГМС. В ночь на вторник, 2 июля, в регионе будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 2,7 м в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 18. Днем также малооблачно, без осадков. Ветер западный 5,10 м в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33. На этом выпуск завершен. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gassalimansky.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...